На следующей неделе, в начале следующей недели, если ничего не изменится, в цель поступит проект бюджета на 2010 год. Правительство сделало свою работу, теперь дело и слово за депутатами. Я понимаю, что у вас еще нет на руках документов, вы не видите, мы знаем только общие цифры, не видим конкретики. И все же я думала, что можно говорить о том, какое будет решение оппозиции, что вы готовы будете поддержать и какие вещи будут совершенно неприемлемы, против которых вы будете голосовать против. Самое главное, что даже передать в парламент его не могут в рамках закона. Я напомню, что согласно закону о бюджете, бюджет должен быть передать в парламент до 31 числа. Вы сами только что озвучили, что только на следующей неделе будет парламент получиться законопроект. Это говорит о том, что клиент министров не умеет работать в сроке, не умеет работать грамотно и не умеет работать в интересах населения. И докажу это данными, которые мы получили недавно, например, сегодня от Министерства экономики, что опять все проблемы бюджетные будут решены за счет работающего населения и за счет социальной сферы. То, что не повысены налоги, это не значит, что мы останемся в том же самом положении, что и в этом году по доходной части, я имею в виду заработных плат. Все-таки уменьшение, не облагаю минимум, он сократит доходную часть, например, для семьи, где отец, мать и трое детей на 20 лад. То есть, в любом случае, это очень некорректное поступление со стороны комитет министров, что есть проблемы за счет работающих. Тем самым, конкурентоспособность наших рабочих рук упадет, тем самым мы перестанем опять быть реальными игроками на европейском поле рабочей силы. А может быть, как раз многие эксперты говорят, что это привлечет инвестиции иностранные, наша рабочая сила подешевеет. Вы обратите внимание, сегодня у нас дискуссия была непосредственно с министром экономики, который обещал понизить тарифы в этот отопительный сезон. И тарифы электричества должны были упасть в связи с падением мировых цен на газ. К сожалению, это остались в следующем обещании. Поэтому то, что мы будем получать на руки меньше за счет уменьшения необлагаемого минимума, это не значит, что мы не будем требовать своего работодателя больше денег для того, чтобы компенсировать те коммунальные расходы. И чаще всего, о чем я говорил в самом начале, эти компенсации будут выплачиваться опять нашим малым и средним бизнесом. То есть, опять не будет возможности не инвестировать деньги, не будет возможности на покупку нового оборудования. В любом случае, будет тяжелая деградация нашего местного производителя. Вы уже говорите об этом как о свершившемся факте. Все-таки как оппозиция будет голосовать? Может быть, есть шанс? Я бы хотел, чтобы был шанс. Но в связи с тем, что сейчас этот документ находится на аудите у наших партнеров-доноров, это говорит о том, что если мы хотим в будущем получить какие-то финансовую поддержку из-за рубежа в виде кондитных линий, то этот бюджет, правящая коалиция, как бы она ни хотела бы, возможно, сбежать с этого процесса, придется его поддержать. У нас руки развязаны, у оппозиции мы скажем все, что по поводу бюджета думаем. Мы опять не допускаем и не хотим принимать то, что сокращает социальный бюджет более чем на 100 миллионов. Напомню, что ранее принятыми поправками он сократился уже на 140 миллионов. И вся настройка идет за счет повышения налогов там, где, скорее всего, не соберутся. Это дешевые сигареты, это опять вино и так далее. В любом случае, я скажу, что этот прогноз, который пытается сегодня продать коменд-министров как доходную часть, он эффективный. Мы всегда прекрасно понимаем, что сегодня при падении объема продажи в розничной торговле на 30%, при падении занятости населения, при росте безработицы и так далее, мы не сможем эти налоги собрать. И поэтому, к сожалению, мы находимся в ужасной спирали, которая будет катиться вниз. И через полгода, к сожалению, мы опять будем говорить об изменениях в бюджете и опять сокращениях. Ни одна экономика не может вырасти, если мы постоянно сокращаем доходную часть населения. Я не могу не спросить еще об одном вопросе. Накануне Конституционный суд стал рассматривать иски пенсионеров по поводу урезания пенсии и 70% работающих пенсионеров. Мои коллеги в СМИ пишут о том, что в кулуарах говорится о том, что правящая коалиция давит на суде. И что вы можете сказать о том, что? Я скажу, что этот иск будет рассмотрен немножко позже. Мы сейчас рассматриваем иск по индексации 1 апреля, 1 октября, тоже касается пенсии. Если действительно Конституционный суд у нас совершенно независимая инстанция, если действительно они крепки в своей уверенности, что Конституция находится над деньгами, и Конституция защищает конкретного человека, то этот иск мы должны выиграть как следующий иск. В связи с тем, что наш запрос в Конституционный суд, наше оспаривание законопроектов по отношению к Конституции был базирован на всех предыдущих заключениях Конституционного суда, на приговорах к Конституционному суда. И поэтому, если действительно Конституционный суд является последовательным органом, который защищает Конституцию, то мы не уверены в победе. Но такое давление на Конституционный суд я не помню уже давно, по-моему, никогда в истории Латвии не было такого, когда их упрекают во всех грехах и говорят, что если они примут позицию Конституции, то тогда это обрушит всю экономику Латвии, как будто эти люди ответственны за экономику Латвии, за то, что мы действительно реально проиграли свою страну, играя в непонятные игры с донорами и всевозможными экспертами, которые, к сожалению, дают нам неграмотные советы, и мы, как послушные двоечники, переписываем, не проверяя, в конце концов, ответ этой контрольной работы. В любом случае, все шаги, которые сегодня прописаны в этом бюджете, который в ближайшее время будет очень актуален, все они, к сожалению, ведут к деградации экономической нашей независимости. К сожалению, ни один из параграфов не идет о том, чтобы мы развивали собственную экономику или пытались хотя бы поднять те благосостояния населения, которые впоследствии стимулировали бы рост экономики вообще Латвии. Потребительские хотя бы. И в конце концов, нам долг еще отдавать? Да, понимаете, очень легко сейчас манипулировать нами. Обратите внимание, что парламент не получает бюджет в сроке в связи с тем, что аудит производят чужие люди. И я не до конца не уверен, что эти чужие люди, которые проводят у меня аудит, эти доноры, они являются подрядами Латвии и не являются людьми, которые заинтересованы в нашей экономической независимости. Я не говорю о политической независимости, я говорю об экономике, и все, и шведы, и финны, и немцы, и Великобритания борются за освоение новых рынков. Сегодня мы предложили своим конкурентам на большом европейском рынке красивый документ, так называемую будущую нашу книгу финансовую, и они могут делать любые поправки, любые корректировки, для того, чтобы их бизнесмену, их предпринимателю, их шведскому, извините, другому банку, было проще работать с нашей экономикой. Ну что ж, совсем скоро мы узнаем, какие правки будут сделаны. У меня последний вопрос. Вы не первый год в парламенте сидите. Работаем. Работаете, простите. И видели в Сэм в различное время года, в различное настроение депутатов и фракций, и вообще весь коллектив парламентский. Были случаи, когда заседали по ночам долго, пели песни, всякое бывало. В последнее время участились случаи, когда с трибуны, она буквально метре от вас, вы сидите в президиуме, произносится в сторону левой стороны, левой оппозиции, такие короткие, но очень смачные фразы, я не хочу их повторять, такие отчасти оскорбительные. О чем это говорит? Я хотел сказать, чтобы осеннее обострение или кризис у парламентов, один кризис и раз в четыре года, это приближение выборов. И все заявления ТБ, ЛНК, все заявления неудавшихся политических лидеров или партий, даже в целом, мы видим рейтинги, что у нас только две партии проходят, в отличие от парламента, это связано с тем, что они за четыре года не могли доказать себя как талантливыми и прекрасными законодателями, творцами над законами, и поэтому они пытаются подлечь к себе внимание или познакомить себя с избирателями в связи с такими легкими заявлениями. Многие политики навряд ли ассоциировались с политикой или с хорошим законопроектом, пока не выругались, это первое. Многие из них ассоциировались с другой общественной деятельностью, в зоопарке и так далее. Но после того, как они как нахамили с трибуны, моментально они становятся событием в интернете, событием на телевидении, поэтому очень многие депутаты, я думаю, ближе к выборам будут использовать этот дешевый трюк, не работай, так красивым пиаром. Я считаю, что наш избиратель разберется, и он прекрасно понимает, кто говорит, в данном случае ругается, а кто действительно пакуларно пытается улучшить ситуацию республики. Спасибо. Надо покажать следующий выпуск новостей в 9 часов утра.